Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, вы на канале Алексей Соломатина. Сегодня мы опять гуляем по городу Ижевску, и мы выехали в парк имени Кирова, центральный парк нашего города, чтобы поинтересоваться у жителей города, в первую очередь у молодых жителей города, что им нравится в нашем городе, собираются ли они в будущем здесь жить, планировать свою жизнь на будущую, либо они, может быть, хотят отсюда уехать. А если они хотят остаться и продолжить здесь свою жизнь, то что бы они хотели улучшить вообще в жизни нашего города? Нам очень сложно найти людей молодых в парке имени Кирова. Здравствуйте, а можно вам задать несколько вопросов? Можно вам задать несколько вопросов? Здравствуйте, меня зовут Алексей, а вас как зовут, представьтесь? Илона Ярослава. Илона Ярослава, у меня вопрос такой, вот вы живете в городе Ижевске, правильно? Да. А скажите, пожалуйста, вот вы свою будущую жизнь планируете в Ижевске или планируете куда-то уехать? Планирую куда-то уехать. О, давайте по очереди, Илона, а почему, что вас не устраивает в Ижевске? Потому что после девятого класса здесь нет такого, куда я хочу поступить. В другом городе есть. А в другом городе в каком? В Можге. Как неожиданно, я даже начал заикаться. Из Ижевского поедете учиться в Москву, в Можгу. В Можгу, да? Да. А что там за специальность такая? Ветеринар. А, ветеринар у нас здесь нет, да? Есть только после одиннадцатого, а я после девятого ухожу. Понятно. А вот о переезде в Москву, в Петербург или вообще, может быть, за границу вы не думали? Пока еще не думала. Но пока вас здесь все устраивает? Пока что да. Хорошо, тогда еще один вопрос вам, Илона. А что бы вы хотели улучшить в Ижевске, чтобы здесь вы в будущем создали семью и продолжили работать? Да, отдыха, дороги, инфраструктура, какие-то общественные места. Вас все устраивает? Да. Отлично, спасибо. Ярослава, теперь с вами, а вы не хотите уезжать, да? Да. А что у вас здесь нравится в городе и чем вы планируете заниматься в Ижевске? Я? Я хочу тут оставаться, потому что у меня тут родители, но иногда ездить в Москву, потому что у меня там брат. А, в Москве брат, да? Да. А учиться я хочу на МЧС. То есть будущий работник, спасатель МЧС. А что бы вы хотели в городе у нас исправить? Исправить или добавить, или может быть все нравится, какой он становится? Все нравится. Все нравится? Да, вообще супер. А какие любимые места в городе? Паркирово. Паркирово, хорошо. А еще? Я больше людей не хожу. Вы, значит, будущий ветеринар, а вы работник МЧС, да? Здорово. Спасибо вам большое. Здравствуйте, а можно вам задать несколько вопросов? Да. Мы снимаем для YouTube-канала, меня Алексей зовут. Я бы хотел узнать вот по поводу Ижевска, как вы вообще относитесь к городу и связываете ли вы свое будущее с городом Ижевском? Не собираетесь ли куда-то уезжать? В ближайшие пять лет точно да, связываем. Связываете, а что вас держит или наоборот, может быть, что-то привлекает? Держит, воспитание ребенка, кружки, работа. Как вот вы оцениваете, жизнь в Ижевске, она вообще как бы достойна или в других городах все-таки лучше живут в России? Я считаю, что с приходом другой головы, да, поменялось уже. Ну, то есть вот этим несколько лет, да? Да, ездил отдыхать, с чипсенька стало. А что вы можете отметить, какие места в городе? Паркирово, центральная площадь. Вообще, в принципе, все парки уже изменились. Центральную площадь вы как оцениваете? Нравится вам? Думаю, что да. Стало лучше. И детям, наверное, нравится? Да. Понятно. То есть у вас нет мыслей о каком-то переезде или... Вообще, в принципе, есть, но в ближайшие пять лет нет. Ну, хорошо, а через пять лет куда бы вы хотели уехать? Сегодня зима! В Европу. А, в Европу хотели бы? То есть не в Москву, не в Петербург, а именно в Европу? Да. Понятно. Сегодня весна! А у вас какие планы, извините? Ну, пока здесь оставаться. Вообще нет даже мыслей переезжать. Даже мыслей нет, да? Нет. То есть все устраивает образование и работа и все-все-все, да? Понятно. Спасибо вам большое. Мы приехали на центральную площадь города Ижевска. Сейчас попробуем найти здесь кого-то для съемки интервью. Здравствуйте, а можно вам задать несколько вопросов? Нет. Нельзя. Добрый день. А можно вам задать несколько вопросов? Меня зовут Алексей. Вас как зовут? Соня. А вас? Ирина. Соня и Ирина, да? Ирина. Очень приятно. Соня, Ирина, скажите, пожалуйста, вот вы живете в Ижевске, да? Да. А как вы вообще связываете свое будущее с Ижевском? То есть вы планируете здесь остаться и построить семью там и так далее, работу найти или планируете куда-то уехать? Нет, в какой-то части можно остаться, в какой-то части уехать. Не знаю, но я думаю, что я останусь. Я думаю, что я уеху. А на кого вы учитесь? В колледж культуры я выступать буду на музыкальное. На музыкальное? Да, чтобы выступать, вот, дарить людям радость. А вы? Я пока не знаю, не определилась. Пока не знаете, да? Хорошо, тогда скажите, а вот если вы в Ижевске, вы остаетесь, как вам вообще город? Как город готов для вашей будущей жизни? Мы, конечно, мало где гуляем, но мне кажется, все равно как-то в городе скучно. Мало мест, где можно прогуляться. Вот кроме центральной площади, мало где таких красивых мест есть. А парки различные? Паркирово, сад Горького? Ну, это уже только если летом. Так, неинтересно. А зимой вы чем занимаетесь? На каток ходим. На каток, да? То есть, но зимой еще получается скучнее, да? Или как? Да как-то мы не заворачиваемся с этим. Ну, летом просто тепло, и поэтому на улице можно больше времени проводить. Мне кажется, лучше вот в городе сделать побольше таких мест, где можно просто в компании посидеть там, отдыхать. Побольше таких мест было бы лучше. Ну, то есть, жить можно, но скучновато, правильно? Да. Что-то бы больше, каких-то бы, ну, развлечений можно было бы побольше. Развлечений побольше. Да. Понятно. Но переезжать вы никуда не планируете, да? То есть, не... Я пока нет. Пока довольно все устраивает и... И будущее, в принципе, вы видите, да? То есть, что здесь и работу найдете, и зарплата будет достойная. Ну, вот, насчет работы, вот, не знаю точно, но... Будем надеяться. Да, ну, будем надеяться. Все, спасибо вам большое. Не за что. Спасибо. Меня зовут Алексей, а вас как зовут? Меня Юля. Юля Дилля. Юля Дилля, да? Вопрос такой у меня. Вот ваше будущее, как вы связываете свое будущее с Ижевском? Связываете ли вообще, или, может быть, планируете куда-то уехать, там, в Москву, в Петербург, в Европу, может быть, в Америку? Живется хорошо, но будущее будет лучше. Будущее не видите, а почему? Ну, потому что та сфера, в которой я хочу работать, она здесь, я считаю, не раз. А какая сфера у вас? Биология, биотехнология, может быть, что-то связанное с исследованием в сфере инфекции. Хотелось бы отучиться, наверное, в Москве, а потом поехать работать в лабораториях где-нибудь в Европе. В Европе, да? Я вообще, на самом деле, недавно задумалась об этом и думала поступать в УДГУ как раз, потому что и наши учителя говорят, что наши дипломы во многом востребованы, но сейчас я уже передумываю и хочу поступать в какие-то другие города. Я хочу быть учителем и, как бы, например, в УДГУ сейчас там как-то переделывают дипломы, что нужно отучиться, и потом уже будет дополнительное образование, за которое нужно платить. А в других городах, например, в Москве есть институт Герцена педагогический. Там ты получаешь образование, и за него платить не надо. Ну и, соответственно, в Москве отучиться, да? Да, и потом, может быть, в какую-то тоже другую страну уехать. Тоже другую страну. А чем Россия-то не устраивает? Инфраструктурой и властью. А, властью и инфраструктурой. Ну а если власть сменится? А если власть сменится, ну это очень... Пока без если. Да, пока без если. Я же работаю каждый день. Я не царствую. Но если власть сменится, это еще не факт. Что будет? Система изменится, да. Как страна развивается? Вас, в принципе, не устраивает, да? А что конкретно не нравится? Вот что? Ну, власть это очень образно. Если вот взять точечно, что... Что у нас не правовое государство, что у нас... Тоталитарный режим. Тоталитарный режим. Так многое через деньги делаю. Коррупции много, да. Очень много. А вы вот эти моменты, они... Их откуда знаете? Ну, как бы из интернета? Или вы сами сталкивались с этим? Мы сами сталкивались с этим. Ну, например. Да, мы олимпиадами занимаемся. И сейчас, например, даже в олимпиадах всероссийских очень много коррупции и что делать за день. Мы монополизируем все в Москву. Да, все в Москву. А как эта коррупция проявляется? То есть заплати или что? Как это все? Например, сейчас многие дети из регионов их переманивают в Москву. И они едут за деньгами, потому что, например, если ты станешь призером всероссийской олимпиады, тебе в Москве заплатят деньги. В Удмуртии тебе никто ничего не заплатит за это. Хотя ты представляешь Удмуртию и даже... А в чем коррупция-то? Коррупция-то в чем? То есть составляющая коррупционная здесь в чем? В том, что сами преподаватели, они переманивают детей, которые им нужны. Они их проталкивают. А простые, можно сказать, дети, которые не в тусовке, не знаю, они ни с чем остаются. Ну, то есть это получается такое уже не коррупция, а кумовство, да, получается? Ну, не кумовство же это. Ну, тут все с деньгами связано. Кто заплатил, тот и проходит, да, получается? В некоторых местах бывает. Да, да. А вы лично с чем-то сталкивались, вот именно, чтобы вас деньги кто-то просил, там незаконно имеется в виду, вот там заплати, там вот я это сделаю? Ну, нет, ты тоже, наверное, не вспомнил. Если бы мы были мальчиками, то... А что, девочек? Да, да, заплати, мы не пойдем в армию. А, ну, насчет армии. Ну, так сейчас армия... У меня, кстати, встречается, например, среди знакомых мальчиков, что, может быть, они заплатят, и они не пойдут в армию. А в Европе, вы думаете, коррупции нет? Ну, там совсем, не знаю, мне кажется, люди немножко в другом масштабе живут. У вас знакомые есть, кто живет в Европе? Есть, да? То есть, ну, рассказывают... А вы в гости не ездили? Или ездили? Нет? Спасибо вам, девочки, большое. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Продолжаем наш опрос на центральной площади города Ижевска. Мы сегодня опрашиваем молодых людей, как они связывают свою жизнь с городом Ижевском. Хотят здесь остаться, или, может быть, уехать в другой город? Продолжаем. А можно задать несколько вопросов для YouTube-канала? Давайте. Здравствуйте, меня Алексей зовут. Вас как зовут? Богдан. Богдан. Богдан, а скажите, вот вы вообще как себя представляете в будущем в Ижевске? То есть, вы будете жить в этом городе? Он вас устраивает? Или куда-то поедете работать, учиться? В Москву, в Европу, может быть? Вообще, в целом устраивает. У нас не такие достаточные институты. А на кого хотите отучиться? На программистов. На программистов, да? Да. А потом? Потом работаю и делаю в Ижевске. Вы же с программистом? Да. Ну, насколько я знаю, все программисты уезжают в Калифорнию. Почему? Можно работать же в Ижевске и отсылать их в Ижевске. То есть, деньги зарабатывать там, а тратить их здесь, правильно? Можно и так сделать. Хорошо. Хорошо. А что вы можете сказать по поводу инфраструктуры города вообще для молодых людей? Я смотрю, вы катаетесь на скейте? Да. Ну, в целом, все устраивает. У нас построили скейт-парк. Ну, в многих годах нету такого дает. Да, очень удобно. А скейт-парк, это имеется в виду, который около Утгу, да? Да. А вот когда эту площадь сделали, да, два года назад, здесь же был, по-моему, скандал по поводу как раз вас, да, кто на скейтах катался, что обдираются вот эти вот бортики там и так далее. Ну, просто скейт-парк, он не до всех подходят. Это достаточно очень сложная фигура для скейтеров. Ну, надо сначала какие-то маленькие пары, когда, допустим, что-то делать. Ну, а потом уже можно скейт-парк кататься. А кроме площади, где еще можно хорошо отдохнуть? Ну, на скейте покататься, я не знаю. Ну, не только на скейте, я не знаю. На чем вы еще катаетесь? На велосипедах, на роликах, может быть, нет? Я на скейт-парк катаюсь. Только на скейте? Да. Спасибо большое. Ведите свое будущее в этом городе? То есть, вот, после учебы, какая-то работа? Нет. Будете... Питер хочу уехать. Куда? В Питер? Да. А почему в Питер? Ну, там красиво, образование лучше. Образование лучше в Петербурге? Мне кажется. То есть, здесь вы оставаться не хотели? Я останусь. Я нет. А, вы останетесь, да? Я возможно. Ну, то, что тут в ВЖ, по-моему, больше всего можно творчеством заняться, не то, что чем-то другим. Тут поспокойнее можно заняться только музыкой, живой. Также еще у меня есть друзья, которые не ложены. Я тут останусь. И не уеду. А вам сейчас сколько лет, если не секрет? Дней 14. 12. 12. Понятно. Площадь, да, сделали центральную? Набережная есть? Где вы еще отдыхаете-то вообще? Набережная, паркировая, парк Горького, все вроде. И все, то есть, все места ваши, да? Да. Понятно. Ладно, спасибо, ребят, большое. Несмотря на совершенно разные планы на будущее наших героев сегодняшнего выпуска, вопрос остается открытым. А вы как считаете, есть ли смысл оставаться в провинциальном городе и ждать лучшей жизни? Или не нужно терять время и уезжать прямо сейчас в более перспективный город или, может быть, даже страну? Пишите в комментариях ваше мнение по этому вопросу и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик. Так вы не пропустите мой следующий выпуск. Никто не знает, вдруг качнется маятник. Тем, кто спасет нас, мы поставим памятник. Мы будем греться, вспоминать и грезить планами. В какую даль нам корабли отправить в плаванье. Я пью свой джин, я все еще жив. Я пью свой джин, я все еще жив. Субтитры создавал DimaTorzok